Друзья, здравствуйте! Если вы вдруг относитесь к тем самым страждущим душам, которые пытаются найти ответ на вопрос, а можно ли подготовиться к ЕГЭ за оставшиеся три месяца, я хочу рассказать вам о том, как это сделать. Поэтому ответ на вопрос, к ЕГЭ еще можно успеть подготовиться, тем более к ЕГЭ по литературе за три месяца, мой ответ – да. И сегодня мне бы хотелось рассказать вам о том, как я могу вам в этом нелегком деле помочь. Но давайте сперва познакомимся. Меня зовут Василиса Бродская, если вдруг кто меня еще не знает. Я филолог со стажем, окончила Псковский государственный университет. Мой диплом… Я филолог, если что, если вдруг кто не понял. Мой диплом был посвящен современной литературе и то, как в ней перевоплощаются различные библейские сюжеты, это конкретно сюжета «Воскрешение Лазаря». И в 2022 году я окончила магистратуру из ПБГУ по такому же направлению, русская литература. Мой диплом был связан с литературой 18 века, с творчеством Антиоха Дмитриевича Кантемира. Надеюсь, это для вас не пустой звук. Тоже очень интересный писатель. Уже вот сколько я себя помню в роли учителя, пытаясь влюбить ребят в литературу и во всяком случае познакомить их с той стороной печатного текста, с которой, возможно, не получается познакомиться в школе из-за того, что читать постоянно что-то надо, а не хочется. Вот. Также, ну, чтобы не быть голословной, метафоричной, ох уж эти учителя по литературе, на слайд вывела для вас небольшую статистику. В прошлом году учебном 20 из моих ребят, было всего около 400 учеников, 20 из них сдали на 100 баллов. Ну, а если посмотреть температуру по Бавленице, каждый, кто учился в команде подготовки, сдал на 80 плюс баллов. Каждый третий, кстати говоря. Почему такой балл? Вы скажете, это низкий, я бы хотела, чтобы балл был 96 или там 98. Ну, напомню, что у нас изменилась система оценивания, изменилось количество первичных, ну, соответственно, вторичных баллов, и поэтому результат, начиная от 80, это уже достаточно серьезный результат, потому что, ну, одна ошибка у нас стоит на ЕГЭ теперь 4 балла. То есть представьте себе, как изменилась эта шкала примерно, и я думаю, что поймете, что этот балл довольно высокий. Тем более, если сравнить его с средним баллом по России. Средний балл по России — это 61. Если взять всех-всех-всех-всех-всех-всех учеников, которые у меня учились и на открытых занятиях, и в команде подготовки, то получится средний балл 71. Ну, во всяком случае, преимущество явно налицо. Так вы скажете, так как вы, подожди, как подготовиться к ЕГЭ по литературе? Давайте поговорим с вами о литературе и о подготовке в следующие три месяца на литературных персонажах. Вот представьте себе, вот узнаете ли вы себя в этом описании. Обратите внимание, что это за персонаж такой. Это Евгений Онегин. Когда мы открываем с вами текст и читаем, мы знаем, что Онегин мог с видом знатока коснуться до всего слегка, не мог ямба от хорея, как мы не бились, отличить. Однако прослыл довольно себе именингим таким человеком, который мог, как я уже сказала, коснуться до всего слегка. Вот если вы узнаете себя в этом описании, вы, например, хотите набрать проходной балл, хотя по литературе вообще ничего не знаете. Но вам это нужно, например, для творческого испытания в творческий вуз, на дизайн или на актерское мастерство. Либо вы хотите, например, подготовиться к предмету, который для вас является неприоритетным. Ну, например, вы рассматриваете возможность стать программистом и учителем русского языка и литературы. Вот. И, соответственно, вы акцент большой делаете на подготовке к информатике и математике, но литература для вас как такой дополнительный запасной полигон. Или же вы тоже не готовились, но вы чувствуете, что вам нужно подтянуть свои знания и сдать хотя бы на 60, на 70 баллов. Вот. Потому что вы чувствуете, вы откладывали подготовку и уже как будто бы время упущено, и вот вы ищете так называемую волшебную таблетку. Если вы узнали себя в этом описании, поздравляю, то, о чем я дальше буду разговаривать, с вами вам подойдет и очень даже, можно даже сказать, будет спасительным кругом, который вам бросили в океане вашей творческой и литературной жизни. Или же, если, например, вы до этого момента долго занимались репетитором, но чувствуете, что что-то недопоняли. Либо вы, например, готовились самостоятельно, и вам кажется, что те знания, которые вы уже приобрели, как будто бы неполные, нет в них структуры. Вот. И также, если вы хотите подготовиться на высокий балл и систематизировать все, что нужно знать для ЕГЭ и выработать, отработать на практике, много занимаясь этой практикой, основные такие базовые и дополнительные, скажем так, навыки для ЕГЭ по литературе, то тоже то, что я буду говорить дальше, вам очень пригодится. Итак, мы наметили с вами две тенденции. Одна — Онегин, а вторая — Раскольников. Почему Раскольников? Вы помните, что Раскольников начал получать юридическое образование, однако вот что-то в голове его так стукнуло, и он как будто бы вот отошел от намеченного им юридического пути. Он называет себя бывшим студентом. Вот если вы чувствуете, что вас тоже, конечно, надеюсь, бабушек не пойдете убивать, что в вашей голове что-то вот не в порядке, нет системы такой вот образовательной, литературной, то вы можете относить себя к так называемому треку «Я что-то знаю». И вот, разобравшись, кто мы, как говорится, tag yourself, мы с вами выделим четыре логические мысли, цели. Чего же мы хотим достичь, готовясь к ЕГЭ по литературе за три месяца? Давайте еще раз повторю. Вот сейчас у нас будет март, апрель, и в мае 26-го мы сдаем. Времени, ну, можно сказать, в обрез. Два с половиной месяца, если быть точной. Итак, скорее всего, у вас возникнут вот такие вот запросы. Либо заполнить пробелы и сдать на высокие баллы, либо сдать на какие-то нормальные баллы, условно нормальные баллы, готовясь с нуля, либо сдать запасной предмет с хорошим результатом, либо повторить и структурировать весь материал. Вот такие вот цели, скорее всего, в вашей голове, где-то в Италии. Я вам помогла их визуализировать, как сейчас модно говорить. Но давайте сразу разберемся. Если вы ставите для себя сейчас задачу подготовиться на 100 баллов, или на 90, или на 80+, то вам нужно давать себе отчет, что нужно очень много работать. Если же вы даете себе отчет, что вы что-то знаете, знания разрозненные, и придется как будто бы учить литературу с нуля, то, скорее всего, выше 70, конечно, вы помните, да, ЕГЭ, лозерея и все такое, выше 70 сдать не получится. То есть либо очень, как проклятый, батрачить и сдать на высокие баллы, либо сдать на такую твердую четверочку или троечку с плюсиком и, соответственно, подготовиться к ЕГЭ с нуля. Итак, то есть смотрите, что получается. Если вдруг так случилось, что вы нашли себя в каком-то забытии, вышли из него и осознали, что нужно готовиться к ЕГЭ с нуля, то с вами на нашем курсе ФРЭШ, сейчас зацените метафору, которую я вам скажу, я предлагаю вам учить самые-самые базовые термины, проходить те произведения, которые чаще всего встречаются на ЕГЭ, решать практические задачи, которые попроще, но которые часто встречаются, ну и, соответственно, имейте вот рядом с собой, помимо того человека, который, то есть меня, да, помимо того человека, который будет рассказывать вам про литературу и про основные произведения, того, кто будет проверять ваши работы. Если же вы что-то знаете уже и хотели бы структурировать знания, а не приобрести их вновь, то вам требуется множество различных практических занятий. Если так прикинуть, вы, наверное, знаете, что по структуре ЕГЭ мы должны в среднем уметь писать три типа сочинений по каждому из пунктов кодификатора. Вот если вы чувствуете в этом потребность, также, если вы, например, хорошо знаете весь XIX век, ну вот Некрасов что-то западает, вам, соответственно, нужна по этому поводу информация, вы будете заполнять пробелы на этом курсе, ну и также можете задавать интересующие вас вопросы наставнику. Такой вот логический вывод напрашивается. Почему же наш курс называется фреш? Вот мы нашли себя в двух состояниях. Кто-то, вот каждый уже себе выбрал, какое состояние, в каком состоянии он находится. Что же такое фреш? А фреш — это значит «выжми максимум из экзамена». Зацените, какая замечательная метафора в названии нашего курса. Давайте поговорим с вами еще вот о чем. Когда мы говорим о коротком сроке подготовки, совсем немного времени осталось, экспериментировать явно не хочется. Хорошие примеры для этого Чацки, который посылает вам «Любовь». Приехал он в фамусовское общество и решил с нуля переделать все. Помните, что у него из этого вышло. Давайте я напомню вам, что вообще представляет из себя экзамен ЕГЭ по литературе. Какие основные навыки должны быть в вашем багаже? Во-первых, это анализ литературного произведения. Как связанного... Анализ как связан с фрагмент... Анализом фрагментов или анализ какого-то маленького или, наоборот, большого стихотворного произведения. Так и анализ полноценный больших текстов, там, начиная от рассказов Чехова. Полноценных, то есть не фрагментов из текста, а целых текстов, начиная там с рассказов Чехова, заканчивая огромными произведениями типа романов и попей. Вы должны уметь анализировать, дальше вы должны быть в контексте, то есть вы должны либо полностью, либо хотя бы урывками ознакомиться с текстом, понять авторский замысел, узнать систему персонажей и так далее. Также вам необходимо просто знать цитаты и стихотворения наизусть. Еще мы с вами должны на экзамене показать наши навыки анализа, создав пять видов различных сочинений. Ну и также, конечно же, прочитать или хотя бы понадкусывать более 50 крупных литературных форм, литературных произведений. Что же делать? Как успеть? Кажется, я приведу вам для примера, может быть, я, конечно, и не авторитет в этом, но все-таки. Я «Войну и мир» читала месяц, а представьте, до ЕГЭ осталось три месяца, даже два с половиной. Получается, можно проэкспериментировать и начать читать «Войну и мир» прямо с завтрашнего дня. Но к чему хорошему, к чему-то это приведет или нет, мы не знаем с вами. Поэтому я бы хотела предложить вам свой вариант подготовки к ЕГЭ. С чего мы начнем? Вот представьте себе, вы уже студент нашего курса. Вы заглянули к нам на огонек, и что первым делом нужно сделать? Нужно все-таки еще раз диагностировать, кто вы, Онегин или Раскольников. Вы ничего не знаете или знаете меньше 50%, либо знаете больше 50%, хорошо разбираетесь в литературе, но не чувствуете системности своих знаний, не рассложены у вас книжечки по полочкам. Что нужно сделать? Это, конечно же, в первую очередь определить уровень. С этим вам помогут наши наставники. Даже если вы приходите не с нуля, вам нужно будет пройти вступительный тест. Причем тест этот будет отражать в себе все основные навыки, которые нужны на ЕГЭ по литературе. Вы, наверное, знаете, что у нас на экзамене всего лишь 7 тестовых заданий. И поэтому просто попросить вас потыкать, где метафора, где эпитет, будет не совсем качественно. Именно поэтому наш тест довольно большой. Он позволяет понять, насколько хорошо вы погружены в текст, потому что в нем есть вопросы и форматы ЕГЭ, и вопросы на содержание текста, и концептуальные вопросы, связанные с пониманием авторской позиции, с системой персонажей и так далее. В общем, мы поможем вам выявить свой уровень подготовки, когда вы только приходите в нашу команду подготовки Fresh. Даже если вы пришли с нулем знаний, все равно что-то да вы знаете. И наставник поможет вам это определить, чтобы не тратить время зря. Помните, да, времени на эксперименты нет. Времени проходить еще раз державя, на которого вы уже вызов привели поперек, тоже нет. Следующий шаг. Как только определен ваш уровень подготовки, наши наставники помогают составить вам индивидуальный трек. Так, если вы ничего не знаете, вас будет ожидать список из основных тем, которые чаще всего встречаются на ЕГЭ по литературе. Но если вот так вот посудить, державя на экзамене вообще еще не было ни разу. И поэтому, скорее всего, уделить ему внимание стоит только отчасти. Ну вот просто на уровне общих рассуждений. А вот Евгений Онегин, который встречается абсолютно уже подряд 7 лет точно на любом экзамене, скорее всего, требует большего внимания. Поэтому вы приходите на платформу, и у вас есть уже заготовленный трек. Если же по итогам теста оказывается, вы уже пришли не с нулем, да, и по итогам теста оказывается, что вы, например, знаете меньше 50%, то наставник поможет вам скорректировать вашу систему подготовки. Ну, например, вы знаете там из всего 19 века только, предположим, Лермонтова, а все остальное западает. Понятно, что вот такой уровень для продвинутых уже в этой части подготовки, в этом временном отрывке как будто бы не для вас. И наставник поможет разобраться с тем, какие занятия смотреть, какие домашние задания выполнить и так далее. Вот, это второй шаг. Итак, первый шаг – тестирование. Второй шаг – это изменение программы, выбор программы сообразно с вашим уровнем подготовки, который тоже наставник поможет диагностировать. Следующее. Узнали мы, кто мы, Онегин или Печорин? Ой, прошу прохину, ладно, Онегин или Печорин, Раскольников или Вразумихин, без разницы. Узнали, кто мы, что нужно дальше делать, приниматься за изучение материала. Как структурировать знания? На нашем курсе система будет следующая. Вы получаете материал, с которым нужно ознакомиться, цитаты, из которого нужно выучить, стихотворения нужно прочитать, с ними ознакомиться, их тоже выучить. И смотрите вместе с этим материалом вебинар. Материал называется у нас «Скрипты». Скрипты – это, по сути, заполненная тетрадка, в которую вы своей рукой вписываете только какие-то очень важные элементы. Чтобы не записывать за мной 25 минут, 40 минут, 2 часа, так рука отвалится писать. Все важное и не столь важное. У нас есть специальные скрипты. Если вы выучите материал, который в них вам дан, то на экзамене точно что-то вам оттуда пригодится. А точнее, лучше сказать, все пригодится, потому что скрипты и вебинары я всегда составляю с опорой на методические рекомендации и на навигатор самостоятельной подготовки от FIPI. То есть у нас есть буквально документы PDF, в которых расписано, что нужно знать по каждому произведению. Соответственно, скрипты всю эту теоретическую базу отражают, откуда источники. Это различные учебники, это методические рекомендации самих FIPI, это и список литературы, который они предлагают, это и мои лекции из университетов, это и такие научно-популярные книжки, типа учебника «Русская литература для всех сухих» и так далее. В общем, в экспертности оценки и в экспертности информации не сомневайтесь. Итак, вы смотрите занятия, вы учите и читаете скрипты, вы читаете методички, например, как правильно оформлять цитаты, как правильно выполнять девятое задание и так далее. Вот постепенно-постепенно обрастают ваши теоретические знания практикой, а практические знания теорией. Итак, что же получается? Вот у нас проходит, точнее постепенно идут три месяца. И за эти три месяца вы продолжаете, начинаете или продолжаете впитывать в себя информацию. Итак, для ребят, которые ничего до этого момента не знали, вот до наступления марта или февраля ничего не знали, мы проходим часто встречающиеся на яготемы, базовые знания о теории, которые помогут вам анализировать тексты. Ну и проходим мы также основные произведения, которые чаще всего встречаются на экзамене. Ну а, соответственно, недостающие произведения или произведения, которые вам просто любопытно, там, не знаю, мастеру Маргариту, например, узнать, мы узнаем с вами в конце мая на нашем финальном курсе под названием «Рефреш», где мы повторяем всё-всё-всё-всё-всё-всё за 10 дней. Такое тоже возможно. Ну а для тех, кто как Раскольников ищет дополнительной информации и не ищет лёгких путей, для тех, кто уже занимался, мы занимаемся дополнительной практикой, читаем основные тексты, и те, которые реже встречаются на экзамене, прорабатываем также сложные дополнительные темы. Ну вот, например, если вы с нуля пришли, вам, скорее всего, не обязательно знать, что Гриша Доброслонов — это новый человек. Но вот если вы выучили, уже поняли, что из себя представляет творчество Некрасова, и конкретно поэма «Кому на Россию жить хорошо», как раз самое время приступить к изучению дополнительной темы про нового человека. Итак, что же получается? Как же мы три месяца учимся? Давайте подытожим. Вы приходите на курс, и наставник помогает вам определиться, какая ваша цель, какие вам нужны баллы, куда вы хотите поступать, зачем вам нужны именно такие баллы, и подробно описывает вам перспективу, потому что бывает очень часто мы гонимы, как романтические герои, ложными какими-то мечтами или идеями. Вот. Дальше. Также вы отсматриваете от 15 на таком лёгком, да, на треке «Онегин». Вы отсматриваете 12 занятий, ну, как в обычной команде подготовки. Не беспокойтесь, всё успеем. Вот, да, внезапно, но до самого экзамена мы всё успеем пройти. Кто-то смотрит, в общем, 12 вебинаров, кто-то 15, кто-то больше. Судя по... мы исходим из ваших сил собственных. Также вы выполняете домашние задания и пишете пробники. Причём, обратите внимание, и домашние задания, и пробники все ориентированы на формат ЕГЭ. ЕГЭ незначительно, конечно же, но каждый год меняется. И поэтому старые задания нарешивать — это буквально копить себе на будущее ошибки, которые можно допустить, в кавычках можно, на экзамене. Вы, например, может быть, не знаете до сих пор, что девятое задание изменили, тестовое. Если вы по старой памяти будете его решать с теми критериями, которыми раньше к нему подходили, то, скорее всего, может быть, нарвётесь на ошибку в тесте. А тесты — это вообще, по-моему, самые, в кавычках, халявные баллы. В общем, все домашние работы и пробники, которые погружают вас, кстати говоря, в атмосферу экзамена, 3 часа 55 минут вы пишете без интернета, без конспектов. Эти пробники издаёте наставнику, наставник комментирует вам и оценивает их, исходя из критериев ЕГЭ. Причём всё это погружает вас в атмосферу экзамена и, конечно же, помогает вам развить практические навыки, без которых ЕГЭ по литературе издать нельзя. Но у нас буквально экзамен — это 5 видов сочинений, как я уже сказала. Дальше вы занимаетесь по скриптам и конспектам. Об этом я тоже уже сказала. То есть от руки и дополнительную информацию никакую искать не надо будет. Представьте, какая прелесть. За вас уже экспертиза различных литературных материалов проведена. Что ещё мы с вами изучаем на фреше? Это полезные материалы. Я уже сказала о методичках. Также у нас есть команда совместных чтений. К ней можно присоединиться, вместе читать, чтобы не забросить там этого Евгения Онегина, которого уже месяц никак не получается заставить себя читать. Также у нас есть группа замечательная. Я обязательно выучу. В этой группе вы можете заучивать стихотворения разными методами. Также вы их можете анализировать. То есть если, например, вы какое-то стихотворение на вебинаре не прошли, вы заходите в группу, и там полноценный анализ, который вы самостоятельно можете сделать с ответом наставника, с комментарием наставника по какому-то непройденному стихотворению. Вот. Так. Значит, совместное чтение. Группа по заучиванию цитат. И ещё у нас есть замечательный, милый очень телеграм-паблик, в котором наши наставники делятся различными лайфхаками. Там, например, про усидчивость пишут, про то, как сэкономить время на каких-то, может быть, незначительных задачах, о том, как цели ставить и так далее. В общем, помимо того, что у вас есть экзаменационные материалы, у вас также есть ещё и способы заучивать цитаты, стихотворения, и лучше, в общем, понимать, практиковаться. Как вы знаете, клуб говорения в английском, вот также у нас есть разные способы и методы изучения литературного материала, заучивания литературного материала. Ещё очень важная вещь на сайте у нас есть — подсчёт прогресса. Когда вы приходите, например, и ничего не знаете про Евгения Онегина и проваливаете вступительные вопросы про Евгения Онегина, у вас есть возможность посмотреть занятия про Евгения Онегина, выучить скрипт по Евгению Онегину, написать сочинение по Евгению Онегину и затем посмотреть, как с течением времени ваши знания по Евгению Онегину изменились. Это, кстати говоря, очень сильно мотивирует. Вот. Ну и, наверное, вас интересует цена вопроса. Помимо того, что вот всего, что я перечислила, у вас также есть личный наставник. Это человек, который, я про них еще подробнее расскажу, но пока вот так вот вскользь упомяну. Это человек, который как раз проверяет ваши работы в формате по критериям ЕГЭ по литературе. Ну и также команда подготовки из 10 человек, это такие же ребята, которые в мае, ой, прошу прощения, в марте осознали, что они Евгений Онегин или Родион Раскольников и решили сдавать. Цена всего этого 3890 рублей в месяц. Но все мы любим покупать книжки, правда ведь? Есть возможность сэкономить. Если вы покупаете все три подготовки, все три месяца подготовки к ЕГЭ по литературе, то можете сэкономить аж 30%, и цена одного месяца станет 2723 рубля, если вас интересует такая долгосрочная перспектива подготовки. Еще одна важная деталь. Небольшой секретик. Если вдруг, на каком бы треке вы ни находились, если вдруг вы чувствуете, что вам не хватает индивидуального плана, домашних работ, вебинаров, пробников, скриптов и конспектов, группы по заучиванию цитат, общения с наставником, прогресса на сайте, вы можете записаться на фреш плюс. Что такое фреш плюс? Это все то же самое, что я сейчас перечислила, но еще дополнительно есть три фишки. Давайте начнем с конца. Во-первых, у вас появляется возможность дополнительно заниматься с наставником вот в этой вот небольшой группке из 10-15 человек. Если, например, вы не поняли что-то, ну давайте преступление и наказание возьмем, не поняли, в чем заключается теория Раскольникова, вы просите наставника помочь, с этим вся группа просит, вы собираетесь и наставник, он, кстати говоря, компетентный очень человек, тоже про них потом расскажу, я уже обещала, собирает вас и вы подробно разбираете эту западающую тему. Также вас ждет три занятия с наставником в качестве репетитора. Вот что же такое этот как раз премиум наставник? Это все тот же ваш наставник, тот, который проводит для вас дополнительные видеоконсультации и три раза в месяц, почти каждую неделю, встречается с вами лично для того, чтобы обсудить, как у вас дела, как прошла ваша неделя подготовки и, самое главное, какие темы у вас западают. И не просто я себя выписал, я вас услышал, как это сейчас говорят, свяжемся через неделю, а чтобы детально разобрать конкретно, что вам было непонятно, конкретные темы, может быть, даже конкретную тему сочинения, может, конкретно, вы можете попросить его конкретно разобрать вот прям на ваших глазах ваше сочинение. И он, конечно же, вам это все прокомментирует. То есть получается, что вы занимаетесь в группе, в команде подготовки, да и еще к тому же, и как будто бы с репетитором. Вот. Вот такой вот небольшой секретик. И если вам понравилось все, что я говорю, если вы чувствуете, что да, я узнал у себя Онегина, как Онегин, на честный суд себя призвав, он обвинил себя во многом, если вы так же, как Онегин, себя во многом обвинили, или если, например, вы хотите, как Раскольников, пережить морально, душевное и, самое главное, интеллектуальное воскрешение, то зову вас записаться на наш курс Фрэш, благодаря которым вы сможете выжить максимум. Как же я люблю эту метафору. Если что, ссылка под видео в описании. Давайте резюмируем. Итог. Итак, вводное тестирование, которое определяет ваши знания базовые, в чем вы хороши, в чем вы плохи. Пробники в формате ЕГЭ. Отслеживание прогресса, чтобы знать, что вы двигаетесь вперед, чтобы чувствовать, что есть какие-то пробелы, для которых хочется обратить особое внимание. Где-то вы прям ас, это же мотивирует. Замечательно. Дальше задания, домашние задания в формате ЕГЭ сообразно со всеми новыми изменениями. Вебинары, конспекты к этим вебинарам, отобранный материал, который нужно выучить, ну и прям реально все. Больше дополнительно ничего изучать не нужно. Индивидуальный план. Вот все это у нас есть. И еще два небольших секретика. Хочу вам похвастаться. У нас есть замечательная, очень удобная платформа. Она такая минималистичная, но в ней все понятно. Наша платформа таким образом сделана. У вас есть окошечко с вебинаром. Кстати говоря, все вебинары у нас разбиты на тайм-коды. Если, например, вы хорошо знаете, в чем заключается тематика и роль вирических отступлений в мертвых душах, но не знаете, кто такой Манилов, можете легко перемотать. Итак, перед вами вебинар, которому вы можете дать оценку. К этому вебинару вам даются дополнительные материалы, конспект или скрипт. И туда же, там же на сайте вы выполняете домашнее задание. И самое главное, сайт очень похож на такой, знаете, минималистичный планер. То есть у вас есть вебинар, проставлено его время, и вы можете отметить его как просмотренный. И он как будто бы из вашего туду-листа перемещается в просмотренный. Это тоже очень приятно на душе от этого. То же самое с домашней работой. А если вы, например, что-то забыли выполнить, или, например, не посмотрели какое-то занятие, не можете себя смотивировать, то сайт будет вам об этом напоминать. Посмотри, пожалуйста, занятие. Скоро дедлайн домашней работы. Сдай ее, пожалуйста, наставнику. Кто же такой наставник? Да, вы, наверное, уже в глубокой интриге находитесь. Хочу вам показать такую милую фотографию. Это некоторые из наших наставников здесь. Самое важное, что мне хочется рассказать вам, что наставник — это не просто машина, которая проверяет вашу работу. Или это не просто, знаете, какой-нибудь там менеджер, который комментирует, как вовремя или не вовремя вы сдали работу. Наставник — это живой человек, который будет рад ответить на ваши вопросы не только в связи с ЕГЭ, но и по поступлению, например, по его прогрессу, про его поступление. Наставник будет рад вас утешить, помочь чем-то. В общем, наставники — это наша гордость. Кто же это такие? Как правило, это ребята — выпускники нашего курса. Это, кстати, хорошее такое преимущество, потому что вы не будете встречать на нашем курсе противоречия. Всё, что говорю я, знают, может быть, даже где-то и лучше, где-то и понять не смогут объяснить наши наставники. Это ребята, которые сдали ЕГЭ на 90 плюс баллов и учатся, самое главное, на смежной литературе специальности. То есть это филологи, учителя русской литературы, учителя литературы английского, такое тоже есть, это лингвисты, это ребята, которые учатся на зарубежной филологии. В общем, это специалисты своего дела. Начинающие, то есть те, кто на втором, на третьем курсе или уже окончившие университеты. Вот. И ещё важный момент. Это ребята, которых мы набрали не в объявлении из маршрутки. Они прошли довольно серьёзный отбор. Мы, кстати, даже как-то считали команды и поняли, что у нас отбор в наставнике был сложнее, чем отбор в МГУ на филфак. Это ребята, которые сдали на самые высокие баллы не только ЕГЭ, но и наши вступительные тесты, которые проверяют их навыки и проверки работ, их навыки, речь, логику, как они умеют общаться с студентами. Это ребята, которые посетили довольно много от нашей школы устроенных мероприятий по улучшению своих навыков, как я уже сказала, общения, коммуникации. Это ребята, которые постоянно совершенствуются в проверке. И самое главное, вы не останетесь одни, если вдруг случится такая ситуация, что вам покажется, что наставник не очень корректно или, может быть, несправедливо оценил вашу работу. У нас есть система, благодаря которой мы можем контролировать работу наставников. Это так называемые у нас есть эксперты, методисты, которые, как второй эксперт на ЕГЭ, перепроверяют вашу работу и указывают, может быть, действительно наставник что-то недопонял, недоглядел. В общем, дают такой вариант еще один проверки, экспертной проверки, разумеется, по критериям ЕГЭ. Так что, если вдруг, хотя это маловероятно, но все-таки случится такая ситуация, что вы почувствуете, что вам не очень нравится наставник, или, например, ваша работа несправедлива там проверена, слишком хорошо или, наоборот, слишком плохо, или что-то вы недопоняли, есть возможность с этой проблемой быстро справиться. Вот такие вот замечательные наши наставники. Наша, на самом деле, большая гордость, потому что мало где остался такой уголок человеческого спокойствия. Как, кстати, на ЕГЭ, ведь вы знаете, что ваши тесты проверяет машина, а ваше сочинение без комментариев, просто по критериям проверяют незнакомые вам учителя. Вот наставник проверяет вашу работу по критериям, однако он указывает на ошибки, которые вы допустили, и самое главное, как эти ошибки исправить. И с большим удовольствием примет от вас еще и работу над ошибками. Прямо как в первом классе. Давайте резюмируем. 3890 рублей в месяц. Напоминаю, что если вы запишетесь на три месяца сразу, то 30% вам удастся сэкономить. Это намного меньше, чем занятия с репетитором онлайн, или если вы к нему приедете. Так что немножечко прилегший здесь Илья Ильич Обломов считает, что лучше заниматься дома, с печенькой, с пледиком, с чаечком, с человеком, который не будет смотреть на вас высока, высока своего опыта. Человеком, которому вы можете довериться как в экспертности проверки работы, так и эмоционально, так и душевно. Если вдруг вам понравился формат подготовки на литературе, у вас есть возможность записаться также на второй и третий предмет. Если вы так сделаете, то вы получите на него скидку 10%. Потому что фреш, подготовка такая быстрая, выжать свой максимум быстро и легко, пока витаминчики в стаканчике фреша вашего не растворились. Вы можете на многих предметах. Часто, например, с литературы сдают английский язык и историю, чтобы поступить на филолога или на лингвиста. Так что напоминаю еще раз, как записаться. Переходите по ссылке в описании, выбирайте курс и заглядывайте к нам на огонек. Большое спасибо, что смотрели меня. Удачи вам в освоении литературных рубежей. Обязательно с вами увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok